МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне, как бы, выпала честь, наверное, начать сегодняшнее мероприятие. Хочу поблагодарить организаторов, в частности, комментируемые действия, за то, что меня вообще сюда пригласили. Небольшой, как бы, такой дисплеймер, тема общего мероприятия – тех у меня особо не будет, у меня будет ФИН. Собственно говоря, хочу вам рассказать о том, что происходит на мировых финансовых рынках, о том, чего надо ждать у белорусского валютного рынка в следующем году. Но, собственно говоря, не просто относительно к цифре, можно было сказать. Я думаю, что в конце следующего года у нас будет такой. Спасибо за внимание. Ценности в этом, в каком докладе, по лаву, мы набивали. Хочется, насколько я подводит рекламе, да, не рыбу, а уточку. То есть немножко объяснить подходы, с помощью которых можно прогнозировать в наших реальных курсах валют. Ну, собственно говоря, дать рекламу модель, с помощью которой, опять же, при изменении каких-то внешних условий эти прогнозы можно корректировать. Собственно говоря, вначале я хочу начать с того, что происходит на мировых финансовых рынках. И, по ходу, объясню, почему это настолько важно посчитывать, когда мы пытаемся понять, сколько, например, будет стоить новых евро-настейских группы, в Белоруссии, в Белоруссии, в Белоруссии, в Белоруссии. Особенно в конце года можно встретить множество различных прогнозов, различных экспертов. То есть, может быть, эксперты сами не рады, но это любимый вопрос журналистов. Может быть, потому что это сильно волнует широкую патрику, а расскажите, сколько там через год будет стоить этот доллар. Приходится такие вопросы отвечать. И очень часто можно услышать такой ответ, точнее, тут даже интересен не ответ, а аргументы, посылки факторов, которые он строится. Часто можно услышать рассуждения на тему, вот в Белоруссии может таск иметь МВФ, может быть, и даст, у нас может быть экономика вырасти, может быть экономика упадет, включат печатность, но не включат. И вот поэтому, наверное, доллар будет стоить столько. То есть, пытаются проанализировать, что будет в Белорусской экономике, и из этого сделать вывод, а сколько больше всего стоит этот доллар. Уваку ждем, что подход этот в достаточно высокой степени бессмысленный. По одной простой причине, да, сколько будет стоить доллар в белорусском рублю, зависит не только от белорусского рубля и соответственно белорусской экономики, но и немножечко от того, это зависит от доллара, и от того, что будет в африканской экономике. Ну, если представить себе, если человек в Европе пытается, да, то есть прогнозировать, как будет колебаться евро-доллар, и рассуждает об экономике Европы, полностью генерировать экономику США. Очевидно, абсурдно. Но, тем не менее, у нас зачастую принято через анализ исключительно белорусской экономики попытаться понять, сколько будет стоить Беларусь в поле. Смысл в том, что немножко это будет зависеть и от того, что будет в африканской экономике, мы об этом еще и сейчас и поговорим. Собственно говоря, начнем мы с прогноза по валютной паре евро-доллар. Прогноз мой очень простой. В США сейчас происходит ужесточение в африканской политике буквально на за год, в первые за год областно ставка ФРС обещают в следующем году, что эта ставка выросла еще как минимум в три раза. В Европе продолжается сверхмягкая аргументарная политика, стандартная ставка на нуле, ставка от евразийных коммерческих банков на отрицательном уровне. Работает, то, что будет упрощенно называть печатный стомок, так называемая программа количества смягчения должна была отработать до конца марта, ее недавно, в начале декабря, заседание на местный центр банка продлили до конца следующего года, то есть денежно-предитные политики США и Европы разнонаправлены, да, в 180 градусов. В США ужесточение и природных смягчения, это будет определять глобально, долгосрочно вектор на снижение евро к доллару. Буквально сейчас он уже торгуется чуть ниже от метки 1.04.50, это, кстати говоря, минимум прошлого года, то есть на самом деле уже сейчас евро к доллару трудится на уровнях начало 2003 года, 14-летний мир. Ну и, собственно говоря, исходя вот из этой политики Центробанка, скорее всего, он будет надо дальше снижаться и как бы мой базовый прогноз на конец следующего года это единица паритета 1 доллар за 1 евро. Хотя, конечно же, нельзя исключать, что в течение этого года мы увидим евро и ниже. Если заглядывать на более дальнюю перспективу при сохранении таких политик ФРС и Центробанка, нельзя исключать снижение евро до исторических минимумов, которые в 2000-м году как раз за 1 евро бывали 82-го скопейками на американском центре. Ну, так вообще совсем кратейко. Честно скажу, для преподзирования курса белорусского рубля это очень важно, что у нас происходит с золотом. Буквально несколько лет назад было из-за степеном линейки, что золото это вечный центр, и золото может только дорожать. Кстати говоря, кто помнит, в те времена практически такое же мнение было но русскую лишность тоже могла только выражать, могла упасть и так далее. Ну, под этим мнением вот золото выросло в 2020 году до 1220 долларов за поиск урусу, и как-то с тем пор перестала быть речной ценностью, уже потеряла к концу прошлого года 50% 40 по своей цены. Во многом золото зависит от доллара, причем зависит обратно, отрицательная, при прочих равных рост доллара приводит к снижению стоимости золота, если мы предназначим рост доллара, то 40 будет снижаться, вполне возможно он кажется ниже минимума царь прошлого года 1045 долларов за полис курусую, и если был достаточно длительный политик ФРС по ужесточению, то нельзя исключить падение из 2 8 срок доллара. Это просто потому, что если кто хочет как часть измерения в отече неценностном, с моим точек зрения, это не лучший объект для инвестиций. Гораздо более важным, чем золото для белорусской экономики и для белорусского угля является нефть. Поэтому всем хорошо известно, что в Беларуси это крупная нефтеплывающая держава, нефтеплывающая держава, Россия, собственно говоря, достаточно умиряется, кстати, да, и, собственно говоря, зависимость нашей экономики для стоимости нефти очень известна. Ну, как бы, два канала зависимости. Первый канал от стоимости нефти зависит стоимость продуктов нефтепереработки, которые мы активно экспортируем. Это главная статья, которая ускоритетствует, да, дальше коридородопрение, дальше взятая нефть. и, собственно говоря, экономика процесса нефтепереработки устроена так, что чем выше цена на нефть, тем больше моржа нефтепереработки. Казалось бы, да, высокая цена на крышке в покупат, да, покупать дорогу нефт плохо, покупать шел нефт хорошо. Нет, чем выше цена на нефть, тем выше моржа нефтепереработки не наоборот. Это один канал. Второй канал, если основной как бы продукт нашего экспорта это нефтепереработка, то основная география нашего экспорта это чем на России, почти 50%. То есть, когда падает нефть, в России становится все печально, они меньше скупают нашу продукцию, там любую уже никак связанную с нефтью, либо с нефтепереработкой. Ну, что мы видим сейчас? Мы помним, как нефть падала с 115 долларов, заработали маленькие проекты на 14 года. В январе этого года она упала почти до 27 долларов. Кстати говоря, сейчас мы покупаем 55-56 долларов. Иногда можно услышать в выступлениях особенно каких-либо важных государственных спикеров, которые объясняют, что когда белорусская команда как плохо, понятно нефть упала нефть упала. При этом, когда мы слышим такие фразы, надо задуматься, что с начала года этого нефть выросла уже практически в два раза. То есть если нефть падает, так все печально, и держим радость, то просто нефть в два раза с начальным угодом как бы пока еще так тяжело. Наверняка вы слышали итоги с Ульсом нефти, в этом году сначала было важное заседание ОПЕ, где приняли решение сильно сократить в следующем продаже продержание СН. Потом к этому соглашению ОПЕК присоединились страны не входящие в ОПЕК, поддержали сокращение на выращение в ОПЕК, а вот этого цены должны идти в космос. На самом деле нет, в космос они летят вряд ли. То есть эти решения уже приняты, это научно уже есть, насколько цены могли вырасти на этих новостях, они уже форексы. Каких-то драйверов для дальнейшего роста стоимости нефти честно говоря, нет. Отдельные вопросы как завершение будут сколидации, как каждая страна была пытаться обмануть другие, по факту сократить. Отдельная история, что на любом росте цен будет поступать американская станция нефть. То есть нынешних уровней расти ценам особо не было. С другой стороны, все-таки эти решения поддержат и вряд ли нефть сильно подешевлеет. Мой прогноз на год диапазон 50-55 долларов за парень антибрэд немного дешевле, чем она будет сейчас. Отлично. Очень замечательный слайд. Я хотел бы вам показать стоимость доллара российского блюда. Я вам покажу, потому что на этом слайде у меня тоже нет. В двух словах, что у нас происходит с российским рублем. Сейчас он торгуется что происходит с долларом в России. Сейчас доллар в России из-за укрепления нефти упал в рубль. То есть российский не укрепился. И, если не ошибаюсь, порядка 61 российского рубля за доллар. Исходя из того, что нефть я рассчитывал немного потешевлеет к концу следующего года доллар в России немного подорожает. На текущий момент базовый прогноз 67 рублей за российский за доллар будут давать в России. Коротко о том, что происходит на нашем коридном рынке. Тут не российский рубль жёлтый и ряд доллар естественно зелёный и евро естественно синий. Это не абсолютная величина, сколько не стоит, а процентные изменения с начала года, что можно было сопоставить на одном графике. Красная покрывает стоимость корзины. Вы знаете, что у нас стоит структура валютная корзина поменялась, увеличивая до 80 рубля, пунктирована так называемая старая валютная корзина, которая была с нового года, 40% российский рубль и по 20% доллара и евро. Уже сплошная распространение новая валютная корзина 50 рубля и 70 рубля и евро меньше до 20. Видите, что качественно не сильно отличаются. Кстати говоря, в прошлом году этого предмога стендерга подбирался на то, что стоимость валютной корзины вырасти пропорционально инфляцией, а инфляцию у нас составил в этот деньги упалиющие предместные индекс банка на 12%. Собственно говоря, инфляция очень вкладывается в этот официальный прогноз. Это единственный официальный прогноз, который удалось выдержать. Мы видим, что качественно действительно рост валютной корзины соответствует валютной прогнозу. То есть по старой валютной корзине рост сначала 90,5%, у новой пару процентов выше, 13,5%. То есть в целом такой прогноз, что банзина будет расти пропорциональная инфляция, как видите, по крайней мере, в этом году будет работать. Теперь уже перейдем непосредственно к прогнозу на следующий год. Собственно говоря, основой прогноза я послушаю только что поговорим. Первое, удастся инфляцию удержать в равных 9%. Опять-таки это, наверное, единственный официальный прогноз, который удастся в следующем году выдержать. инфляцию инфляцию можно выдержать при одном условии, при одной отговорке, если нацбанк удастся продолжать нынешнюю 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 политику, которая выражается в том, что ставка финансирована у нас положительная приятная выражается выражение, то есть превышает инфляцию, ставку депозитов положительная выражение, то есть превышает инфляцию, и с учетом возможности депозитов в русских рублях остаются еще немного, но выгоднее депозитов в иностранной валюте. Если будет сокращаться телективное кредитование и не будет включаться печатная сторона. Буквально последнее время условия под угрозой, когда неоднократно говорят, что следующая зарплата должна объявить всем 500, причем еще объявить любой ценой. Если сделают всем 500 любой ценой, то об этом можно забыть здравствуй инфляция, здравствуй инфляция. Я все так скажу из того, что снял смысл 20 же служб, в этом случае инфляция 9%, в этом случае корзина выросит на те же 9%. я думаю, одному из присутствующих неинтересно, сколько корзина виноград мы не продаем, с трудом понимаем, что это такое, более-менее интересно, сколько будет стоить каждая конкретная валюта. То есть, с прогноза, что корзина выросит на 9%, можно сделать, наивный, по-другому, тупой прогноз. Каждая валюта выросит на 9%, и корзина выросит на 9%, все здорово. Вот я как бы немножко пытался экстрапонировать с такими курсами, мы встретим конец, начало следующего года, каждую цифру прибавляем 9%, получаем, сколько эти валюты стоит на конец 2017 года. Прогноз не только наивный, прогноз практически не имеет никаких шансов в виде этих цифр. Почему? Потому что, если мы каждую из этих цифр прибавляем одинаковых количеств процентов, мы не явно подразумеваем, что сохранится соотношение евро-доллар, такое же, какое есть сейчас, 1,4, 50, сохранится соотношение доллара и российского рубля, который существует сейчас, 61 рубля. То есть, очевидно, что эти соотношения будут другие. и поэтому при том же самом росте корзины на 9%, вот эти цифры, сколько будут стоить каждой конкретной валюты, будут совсем другими. Чтобы понять, какая может быть разбежка курсов при одном и том же росте корзины, рамки. задать такие рамки, они никак не связаны с конкретным прогнозом. Предположим, что в течение следующего года евро-доллар изменится в границах плюс-минус 10% от внешних значений. в таких рамках. Я даже не говорю, вероятность вырастет просто статистически плюс-минус 10%. Пусть российский рубль изменится в течение года, плюс-минус 10% от внешнего значения. то есть вот в таких рамках. Это мы пропустим от результатов засчетов. Конечный вариант, что при одном и том же росте корзины на 9% при изменениях кросс-русов, то есть отношения евро и доллара и российского рубля, то есть решений абсолютно внешних к белорусской экономики, никак не зависящих от белорусской экономики. Вот конкретный курс валют на конец следующего года могут показаться вот в каких диапазонах. То есть диапазон получается 10-15 до 20% это гораздо больше, чем мы как раз и вопрос в спортивной. То есть такую неопределенность могут создавать еще раз причем внешние зрения по ускорсов, то что зачастую многие упускают вообще из виду, когда пропонсируют такой на конец года. Ну опять-таки эти диапазоны вряд ли какого-то удовлетворяют и тяжело выходить за прогноз. Понятно, что такими диапазонами делать. Поэтому из тех диапазонов я выделяю свой субъективный прогноз. какие цифры я в данный момент считаю в следующем году. При посылке инфляция 9%, стоимость корзины была пропорциональна, тоже 9%, между евро и евро стоит 1 доллар. Долг российского рубля, кстати говоря, и евро стоит 67 российских рублей. И в этом случае при росте 0,9% мы можем получить вот такие цифры. Долг и евро была 25, российские рубли, 3,36 за 100 российских. Собственно говоря, это все, что хотел бы сегодня рассказать. Маленькое резюме еще раз хотел бы очевидить важность внешних факторов изменения кросс-курсов при прогнозировании курсов валюты к белорусскому рублю. Хотел показать, что из прогноза роста валютной корзины и прогноза курсов евро доллар и долг российские рубли можно однозначно с помощью арифметики вывести курсы странной валюты к белорусскому рублю. и собственно говоря я бы сейчас не дал насечение на концу года мы видим вот такие цифры, потому что закон тех предпосылок, на которых я основывался, вполне будет замениться. Но если понимать эти предпосылки, если понимать механизм вывода этого прогноза, то при изменении внешних условий всегда можно по существующей модели свой прогноз не уделять. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Патим, у нас есть еще немного времени, может быть у кого-то вопросы есть? Да, есть вопросы. Про статку реконсирования не сказали, какой прогноз не будет войска. Если им кажется не будет значительно не будет как? Ну, во-первых, скажем так, сейчас будет инфляция скорее всего 12%, в следующем то есть полностью 9%, то есть фактически может снизиться с инфляцией на 3% если все будет хорошо. То есть потенциал снижения ставки рефинансирования не больше тех же 3% это 1 2 возможно даже будет нет в частности эксперты антикризисного фонда указали Беларуси на то, что в течение заканчивающегося года ставка рефинансирования снижалась очень резво. Мы знаем, что у нас с ними кредитная программа, поэтому их мнение все равно до сих пор пытаемся на третий краш, на следующий краш рассчитываем. Поэтому даже вероятнее снижение ставки рефинансирования на 2% будет в следующий год. и мой вопрос. Здравствуйте. 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 министов поделяет 20 миллиардов и старейшему европе еще десятый год. снижение европе не потяните евро и в Италии и Греции и второе самое интересное это перспективы наших отношений с Россией и снижение и снижение 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 и снижение по поводу Италии мое глубокое убеждение что вообще сейчас в Урию и взгляд при показе в политических и геополитических факторов они переоцениваются то есть часто переоценивалось в прошлом влияние того же кризиса в Греции того же кризиса на Кипре на судьбу евро скажем так в момент обострения кризиса была серьезная волатильность но на долгосрочный трек это вообще не сказывалось с моей точки зрения даже переоценено значение Brexit в данном случае на евро на британский фунт ну да когда мы узнали абсолютно неожиданный результат референдума фунт резко упал но после этого он вернулся на те уровни на которых был до этого референдума даже Brexit сильно не сказался на тренд по фунту как мне кажется решение центробанков как следствие потоки товаров и потоки капиталов да из разницы процентных ставок они оказывают гораздо больше фундаментального влияния чем политические кризисы в той или иной стране то есть мне кажется ну я думаю ситуация в Италии там совсем крахом не закончится выхода в Италии из Еврозоны она не закончится и соответственно на тренд евро она мало опускается что же касается вашего второго вопроса о перспективе наших взаимоотношений с Россией ну боюсь я как бы компетентно наверное на него ответить не смогу скорее всего это вопрос к профессиональным политологам ну у меня есть как бы наверное свое мнение по этому вопросу как и у каждого человека который на кухне готов обсуждать эти темы я свое мнение в этой части не считаю экспертным поэтому 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 конечно же очевидно что в любом случае как бы вектор восстановления белорусской экономики я не скажу что в семнадцатом году вообще это что-то благосочное лежит через две вещи первая вещь это глубокие структурные реформы вторая вещь это диверсификация для экономических зависимостей условно зависимостей экономической по россии российских энергоносителей надо уменьшать ну вот так по пунктам сделать раз два три чтобы завтра его меньше ну наверху по рецепт я сейчас посмотрю еще вопросы все если дойдем по всем то государство необходимости просто среди зарплаты до 500 долларов всегда сопровождались с что денег печатать не нужно сопровождаться соответствующим ростом производительности труда ну это как бы то что все знают и зарплата должна быть заработана зарабатываем зарабатываем получаем больше чем зарабатываем то для этого эту разницу надо выпечатать сейчас среди зарплаты по стране в доллар эквиваленте порядка 570-580 долларов соответственно для роста до 500 это должен быть рост на треть в 1,33 раз мне кажется вполне очевидным что производительность труда на треть за год в стране вырастет вообще выпуска это настолько как бы в области фантастики что вообще производительность труда это количество занято более того не просто выпустить и продать то есть выпустить и поставить на склад это не работает очевидно что для роста производительности труда увеличить выпуск того что продается либо уменьшать количество занятых на треть это нереально уменьшение количества занятых на треть еще нереально поэтому естественным образом нормальный экономический такой вопрос если мы начнем печатать и доведем до 50 долларов так это нельзя честно говоря нет вопрос зависит от траектории как это можно делать постепенно каждый месяц поднимать зарплаты в конце года в декабре поднять а смотрите почему у нас маленькая такая бабка ведутся графику в начале этого года, как говорили, в начале февраля у нас был резкий рост евро и доллара, и потом по сути 10 месяцев они снижались. Вот за счет чего они снижались. Как иногда говорят, вот Национальный банк специально сдерживает рубль и так далее. Уже два года Национальный банк особо ничего специально не делает, и очень здорово у нас на рынке работает законный спрос и предложение. Валюта снижалась с февраля, потому что ее продавали. Кто им продавал, в основном она продавала население. Население, начиная с февраля, было чисто продавцом в армии. Почему население продавало? Доход падает. Для того, чтобы потребление, уровень жизни падали не так быстро, население продает свои сбережения. Большая часть сбережений в валюте. Если судить по структуре депозитов, то больше 80% стоящих в валюте. Валюта падает. Если начать печатать зарплату, то население очень быстро из чистых продавцов валюты превратится в чистых покупателей. Вопрос, насколько это вырастет, сильно зависит от деталей у нас и как повышать зарплату. Скажу честно, кто помнит 2011 год, тогда власть готовилась провести политику таким образом, что курс доллара было занято почти в три раза. То есть тут как бы начнем печатать пределы совершенству и по инфляции, и по инфляции, и по инфляции. Там очень много, да, вопрос? Да, спасибо за договор. У меня вот при своем вопросе, на сегодняшний ваш ответ, на счет влияния коррекции, что вы видите, ну, она очень сильная. Просто на то, что людьми пау-британцами с американцами, она до сих пор не восстановилась. Я не думаю, что она восстановит туристы, которые обладают, что не влияет на взаимоотношение нарушениях, даже и эксплуатации в Британии и в государственных штатах. А вопрос, как по мнению аналитиков и протворительских и по-вашему, для долгосрочной портонозации видом анализа лучше пользоваться, фундаментальным и аналитическим? Немножко так не в тему доклада, да? Тем не менее, попробую ответить коротко. Вообще говоря, очень распространены такие баталии где-то в форумах между техническими и фундаментальными аналитиками, когда себя разборят, этот анализ работает, этот анализ не работает, или наоборот. Вот мое мнение как человека, достаточно давно знакомого с финансовыми рынками, хорош тот вид анализа, который вам позволяет зарабатывать. Теоретические рассуждения на тему, какой лучше вы работаете, вообще не несут никакой практической ценности. Иногда я говорю, что есть там люди, которые, не знаю, торгуют на на рынках по здоровью. Для меня это смешно, для меня это хипер. Я скажу, что если вам удастся, обращая внимание на здоровье на рынке, заработать, дай бог вам здоровья пользоваться. Если говорить о, как бы, моем субъективном мнении, работают кто-то, какой вид анализа, то, что называется, ослабить и готовить. Моя практика подсказывает то, что на краткосрочных периодах хорошо пользоваться техническим анализом, опять же, в управлении какого-то долгосрочного тренда, который является фундаментальным анализом, на долгосрочных вещах лучше пользоваться фундаментальным анализом. Где проходят границы между краткой и долгосрочной, давайте сейчас останавливаться не будем, это может быть не субъективно, но можем задать в теорию. В вашем анализе, когда вы показали диапазон приблизительного евро-доллара, вы учитывали возможность коррекции на американском рынке? Если учитывали, например, возьмем за базу от 15... Вот это? Да. Смотрите, вот этот диапазон не учитывает вообще ничего. Диапазон очень простой. Нынешний курс плюс минус 10%. Просто показать, что при таких отклонениях внешних валют, могут быть вот такие-то отклонения курсов валют на русскую валюту. Хорошо, немножко коррекция. Это просто статистическая такая штука, а там вообще ничего не учитывает. Немножко перефразирую. По вашему мнению, если случится такая коррекция в американском рынке, как она там влияет на курсы валюты? А коррекция на американском рынке что вы имеете? Фондовые рынки? Да. Фондовые рынки. Собственно говоря, прямой связи исключительно в отдельности фондов нет. Потому что, скажем так, вполне возможен сценарий, что при росте процентной ставки может, например, начаться перетон из рынка акций в рынок облигаций. И сам по себе интерес к долларным активам сохранится. То есть само по себе падение американского фондовых рынков может вообще никак не сказаться на долларе. При этом у нас сейчас интересная как бы ситуация. Во-первых, наши ставки во вторых американские рынки показывают исторические импорты. Скорее всего, там как бы коррекция напрашивается, то есть на серьезный рост американских акций, нублюда в целом, да, индексов. Я бы, на самом деле, не ставил. Коррекция вполне наряда сценарий. Ну, все это правильно, если произойдет переток в облигации. А если оно пойдет в коммортизи. Тогда, соответственно, соревые валюты получаются. Смотрите, может быть все что угодно, а опять же, по поводу коммортизи. При прочих равных основные коммортизи, такими как нефть, золото, они торгуются против долларов. И при прочих равных, если не брать специфический для каждого рынка фактор, все-таки рост долларов будет сопровождаться снижением коммортизи. Я бы на них рост не оставил.